Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую антикризисную программу для Украины. Речь идет о предоставлении кредита на сумму 17 миллиардов долларов. Программа финансовой помощи МВФ рассчитана на два года. Первый транш это свыше 3 миллиардов долларов. По прогнозам министра финансов Александра Шлопака, Киев получит уже до 8 мая. И о других событиях в нашем обзоре. Гонка вооружений набирает обороты. Россия проводит учения военных вертолетов на границе с Литвой и Эстонией. В Балтии этому не обрадовались. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что такие действия Российской Федерации могут увеличить напряжение между странами. НАТО тоже не отстает. Четыре истребителя из Дании прибыли в Эстонию. Премьер-министр страны Таави Рывас подчеркнул, что присутствие контингента НАТО усиливает безопасность региона. Ранее в Литве приземлились четыре истребителя военно-воздушных сил Великобритании, а четыре французских самолета находятся в Северной Польше. Альянс объявил об усилении охраны воздушного пространства, моря и суши в странах Восточной Европы, чтобы противостоять возможной российской агрессии. Украина станет главной темой поездки Ангелы Меркель в Вашингтон. У немецкого канцлера запланирована четырехчасовая встреча с Бараком Обамой. Это много как для рабочего визита. Кроме ситуации в Украине, лидеры двух стран обсудят, как помочь Киеву расплатиться за российский газ. Утром Меркель позвонила Владимиру Путину, и, как сообщает в ее окружении, тщетно пыталась уговорить президента выступить с обращением к пророссийским группировкам на востоке Украины. Обама тоже собирается в путешествие. В начале лета президент США отправится в европейское турне. Сначала посетит Польшу, чтобы отметить 25-ю годовщину освобождения этой страны от коммунизма. Оттуда отправится в Брюссель, навстречу Большой Семерке. Ее ежегодную конференцию перенесли из Сочи в ответ на вмешательство Москвы в Украине. Эту тему тоже обсудят. Кроме того, Обама примет участие в мероприятиях во французской Нормандии, где будет отмечать 70-ю годовщину высадки союзных войск во время Второй мировой войны. Представители Белого дома заявили, что главная тема турне – действия Кремля в Украине. Продолжение следует...